Газонокосильщики Обычно газон сохраняет приличный вид примерно неделю. Затем сюда снова возвращаются специалисты по благоустройству. Ежедневно у нас выходит более 120 человек на работу по благоустройству, уборке мусора и окосу. В том числе и бригада по окосу, которую мы сейчас наблюдаем. Она оснащена малой механизацией. Что в себя включает малая механизация? Это триммера, это самоходные газонокосилки и садовые трактора. Всего для приведения газонов в надлежащий вид используется более 40 единиц техники. Затем скошенную траву собирают граблями, грузят машину и уводят на утилизацию. Олеся Мигери работает в Дорсервисе почти год. Говорит, работа трудная, но необходимая. Кто-то же должен приводить город в порядок. Выходим мы в 7 часов утра и убираем территорию. То есть собираем мусор везде по территории, заметаем все, что необходимо в нашей работе. А вот Андрей Лихачев – специалист по благоустройству со стажем. Он трудится в отрасли с 1997 года. Сейчас работает на покосе, управляет садовым трактором-газонокосилкой. Говорит, машина мощная, косит жесткую траву, с которой не справляются обычные газонокосилки. Но есть свои минусы. Боится камней. Ножи тупятся. Надо по ровному полить, конечно, чтобы его было хорошо. Но за неимением лучше ездим так вот. Стараемся как лучше, чтобы город был красивый. Стоит обратить внимание, что при введении в порядок зеленых насаждений в общественных пространствах, парках, скверах и близ дорог занимаются сотрудники Дорсервиса. А благоустройством территорий около жилых домов – управляющие компанией. И к тем, и к другим всегда можно обратиться в случае, если вы заметили неухоженный газон. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИНЭТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!